Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Луговое завалили яда химикатами. Председатель правительства Ульяновской области велел убрать свалку немедленно. Успеют ли дорожники к 1 сентября? Ремонт путей сообщения продолжается. В Ульяновске Международный день бокса отметили с мировыми знаменитостями. Куда потратят дополнительные полтора миллиарда бюджетных средств? Яды, химикаты, пестициды, в состав которых входят токсичные вещества. Отходами 1, 2 и 3 классов завалена площадка в селе Луговое. Обеспокоенные жители обратились в природоохранную прокуратуру и органы власти. Председатель правительства Александр Смекалин дал распоряжение устранить свалку сегодня же. С апреля этого года жители села Луговое в железнодорожном районе Ульяновска буквально задыхаются от запаха химикатов. Вблизи жилых домов на месте бывшего совхоза начало функционировать предприятие по переработке пластика «Чистый город». Был только цех по переработке, сортировке мусора. Но в последнее время мы стали замечать оттуда какой-то дым, гарь, пахнет пластиком, химическими какими-то элементами. Буквально на прошлой неделе запах сжигаемого пластика стал невыносимым и жители забили тревогу. Обратились в природоохранную прокуратуру. Представители структур вместе с администрацией приехали в Луговое накануне и встретили жесткий отпор охранников организации. Когда местные жители попытались показать приехавшим горы мусора, охранники вели себя крайне агрессивно, пытаясь выбить камеру из рук оператора пресс-службы. «Ты что снимаешь? Тебе что надо, а? Я не вас снимаю, я снимаю сотрудника. «А кого снимаешь? Не снимай. Не снимай. Не снимай. Не снимай. Не снимай. Ты потом лицо можешь сломать, а? Так, вы мне, пожалуйста. А на вас так же нападали?» «Да, она с собакой. С собакой. С собакой. Даже ко мне я стоял с телефоном. Он мне вышибал вот так вот руку вместе с телефоном. А собаку держал. Вот так вот на одном пальце. С собака там теленок. Стоит отметить, что у компании-арендатора имеется лицензия на переработку пластиковых отходов. Однако, по договору, арендаторы могут занимать лишь ангар. Отходы же размещаются на соседнем участке. Отходы – это канистры, в которых находились пестициды и гербициды. «Возможно, что лицензия выдается на конкретное место, на конкретный адрес. Есть ли лицензия на деятельность по данному адресу, мы тоже с вами пока убежать не можем». «С чистым городом был разговор. Я их предупреждал, что территорию нужно очистить. Это было еще в мае месяце. Они мне сказали, что в течение месяца все это будет устранено. Но ситуация такая, что, видно, ребята не справляются с данным объемом работы». Незамедлительные меры предприняли и в областном правительстве. Сегодня Александр Смекалин провел профильное совещание с участием жителей, администрации, министерства экологии и надзорных органов. Конкурсный управляющий будет проинформирован о нецелевом использовании арендатором площадей. Будет определена правомерность использования земельного участка. Александр Смекалин поручил экологическим службам произвести замеры воздуха, воды, почвы и отходов. Сегодня при участии природоохранной прокуратуры и ОМВД отходы будут вывезены на площадке одного из регоператоров, имеющего соответствующую лицензию. Анна Тищенко, Новости Улправда ТВ. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в действии. В этом году в Ульяновской области ремонтируется 66 участков. 46 из них находятся в черте города. Наша съемочная группа осмотрела несколько объектов. Около 50 участков городских путей сообщений ремонтируются в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Правительственная комиссия регулярно посещает объекты. На очередной осмотр выехала и наша съемочная группа. Начали с центра города. На улице с Паской проведены подготовительные работы. Со дня на день должна начаться укладка нового асфальта. Далее мы отправились на многострадальную улицу Тимирязева. Дорогу в северной части города начали ремонтировать еще весной. Работы тянутся очень медленно, отчего поступило много жалоб от местных жителей. А депутаты областного парламента направили письмо на имя губернатора и главы города о недалежащем состоянии дороги. На данный момент старый бордюр демонтирован, обновлена большая часть рельсов. Дорожники устанавливают борт камень и работают над тротуаром. На улице Карла Маркса ведутся масштабные работы. 5000 квадратных метров тротуара должны быть готовы к концу этого лета. Заместитель председателя правительства Андрей Тюрин осмотрел объект и напомнил дорожникам о соблюдении норм и сроков. Улица 12 сентября стала финальной точкой объезда. Проезжая часть готова, осталось прибрать строительный мусор и нарисовать дорожную разметку. Министр профильного ведомства Дмитрий Вавилин в целом ходом ремонта доволен, но есть и некоторые недочеты, которые необходимо исправить. Также замечаний по применяемым материалам, по технологии укладки лабораторный контроль не выявили. Вместе с тем мы отмечаем ряд нестыковок в различных проектах. Нарушение технологии при производстве работ, которые лаборатория и служба технического надзора в свое время доводят до подрядчиков, соответственно данные замечания устраняются. Все объекты должны быть готовы к 1 сентября. Подрядчики обеспечены материалом и финансами, поэтому простое быть не должно. Как всегда, дорожники рассчитывают еще и на милость природы, ведь пролины и дожди могут нарушить их планы. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, новости Уллправда ТВ. Денег стало больше. Бюджет Ульяновской области увеличился на полтора миллиарда рублей. Как на эту сумму создать больше благ для жителей региона? Вчера решали депутаты законодательного собрания на заседании бюджетного комитета. В планах улучшить работу в самых проблемных точках нашей области. Наказов избирателей много. Выяснить, какие нужды важнее, непросто. В ситуации разбирался наш корреспондент. По информации Минфина, бюджет региона 2019 года увеличен на полтора миллиарда рублей за счет роста налоговых, неналоговых доходов и перераспределения средств внутри отраслей. Сегодня на заседании комитета по бюджету и экономической политике мы будем рассматривать изменения в бюджет, увеличение расходной части порядка на полтора миллиарда рублей. Это важные расходы. Первое – это практически полмиллиарда мер социальной защиты и поддержки жителей нашего региона и оставшиеся денежные средства на такие важные вопросы, как решение вопроса хода снабжения, подготовка к отопительному сезону, расходы на здравоохранение, расходы на ремонт социальных учреждений, в том числе и сельских школ. В зоне внимания депутатов все то, что по выражению Александра Чепухина накопилось и все то, что можно еще успеть сделать до конца 2019 года. Многие поправки были внесены после того, как губернатор Сергей Морозов провел встречи с представителями парламентских фракций. Почти 400 миллионов рублей выделено региональному Министерству образования и науки. Для Министерства промышленности и транспорта предусмотрено дополнительное финансирование в объеме 33 миллионов рублей. Около 36 миллионов получит Министерство строительства и архитектуры. На 170 миллионов рублей вырастет отраслевой бюджет Министерства ЖКХ. Расходы регионального Министерства здравоохранения увеличатся на 150,2 миллиона рублей. Еще 80 для отрасли культуры. На первоочередные социально значимые расходы это миллиард 127,2 миллиона рублей. Из них на выплату зарплаты 485,9 миллиона, на меру соцподдержки 476,5 миллионов рублей. Также на оплату исполнительных министерства здравоохранения 114,8, архитектуры по министерству здравоохранения 150 миллионов и муниципального образования 50 миллионов тоже на погашение кризисовской задолженности во вне бюджетной фонды. По итогам заседания депутаты приняли решение одобрить законопроект и вынести его на ближайшее заседание законодательного собрания, намеченное на 24 июля. С начала года несколько регионов страны столкнулась с проблемой обеспечения средствами реабилитации детей. В Ульяновской ситуации сложилось критическое. Как обстоят дела сейчас, разбирался наш корреспондент. С начала 2019 года, согласно закону, полномочия по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья стали принадлежать фонду социального страхования, а не Министерству труда и социальной защиты. Такой переход стал причиной серьезных неудобств. Полгода семьи не могли получить положенные средства реабилитации и абсордирующее белье, а также должным образом возместить затраты. Особенно остро назрел вопрос в Ульяновской области. Тогда к прояснению ситуации подключилось региональное правительство. На встречу к обеспокоенным родителям два месяца назад приезжал зампредседатель ФСС Алексей Кошелев. Сегодня председатель правительства Александр Смекалин собрал родителей детей-инвалидов и представителей двух профильных ведомств вновь. Что касается обеспечения технических средств реабилитации наших подвесных учреждений, всего 735 человек. Технических средств инвалидов является нашим учреждением подвесных. Из них технических средств реабилитации нуждается 615 инвалидов, в том числе 403 инвалиды средств к ежедневному пользу. На сегодняшний момент 95% получили средства реабилитации. Как пояснил Логинов, в целом ситуация во многом улучшилась. Почти все граждане этой категории получают необходимые средства без задержек. Открытыми остается вопрос по санитарно-курортному лечению и выплате компенсации. Но представители общественной организации родители детей-инвалидов один голос уверяют – подгузники выдают. А вот качество их явно страдает. Бывает так, что качества не совсем надлежащие. На данный момент мы собираемся спаривать, например, по подгузникам качество. То есть будем инициировать независимую оценку через ФСС. Эта процедура долгая, но надеюсь, что она будет плодотворной и удачной у нас. Александр Смекалин попросил подключить к этой работе и службу по защите прав потребителей. Поэтому давайте мы Алексею Сергеевичу пропишем, тоже в качестве поручения, для того, чтобы он выделил специалист, для того, чтобы помог правильно все это оценить, выверить, сверить, юридически, если есть какие-то вопросы, помог составить правильные документы, запросы. Однако в ходе беседы выяснилось, что ключевой проблемой остается налаживание обратной связи. Со слов родителей, трубки в региональном отделении ФСС так и не берут. Горячая линия недоступна. Как итог, узнать текущее состояние дел невозможно. Серьезные затруднения есть и по части оформления бумаг. Действительно, наверное, не до всех дозвонились, потому что организовали всю эту работу уже на системной основе полторы недели назад. Это связано и с кадровыми вопросами, это связано с техническими вопросами. Для того, чтобы, то есть, по поводу организации не коммутатора, а колл-центра, в настоящее время требуются дополнительные средства. Они запрошены. Точных сроков, когда заработает колл-центр, Сергей Фролов не называет. Ускорить этот процесс вызвался председатель правительства. Он вновь встретится с руководством Федерального фонда социального страхования, но уже в Москве. Готов в Москве встретиться с руководством ФСС. Лично обсуждается этот вопрос, потому что мы точно этого так не оставим. Мы точно сделаем так, чтобы система работала хорошо. Уверен, что мы сможем найти вариант, как помочь Сергею Валентиновичу сделать эту работу. К слову, сегодня в регионе проживает более 4 тысяч детей и 10 тысяч взрослых с ограниченными возможностями здоровья. При Наталии Улова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Праздник спорта для жителей и гостей Ульяновска устроила областная федерация бокса. На праздник пригласили именитых боксеров, которые дали мастер-класс для всех желающих. Не обошлось и без подарков с сюрпризами. На мероприятие побывала Наталья Чумаченко. На летней экспланаде ТРЦ «Аквамол» собралось больше сотни человек, чтобы увидеть своих кумиров, чемпионов мира по боксу разных лет. Именитые спортсмены, среди которых бронзовый призер Олимпийских игр 96-го года Алексей Лезин, чемпионка Европы 18-го и серебряный призер Европейских игр 19-го года Светлана Сулуянова, провели мастер-класс для ульяновцев. Показали не только технику боя начинающим спортсменам, но и рассказали о боксе как виде спорта. Он зарождался в Англии, это из трущоб, из гетто. Люди через спорт, через бокс становились знаменитыми, богатыми, успешными. Для многих это шаг большой в жизни. Но тем не менее, сейчас занимаются много и людей более-менее стоятельных. Более полутора тысяч спортсменов сегодня являются воспитанниками региональной федерации бокса. Боксеры неоднократно становились победителями и призерами международных и всероссийских турниров. Павла Захарова в этот вид спорта привел отец 8 лет назад. Сегодня молодой человек мечтает поучаствовать в Олимпийских играх, а после завершения карьеры тренировать малышей. Я добился разряда кандидатов в мастера спорта. Участвовал на первой степлевожке федерального округа три раза. Два раза занимал второе место. Конечно, больше всего хочется выступить на Олимпийских играх, так как это вершина практически совершенства. Сегодня боксу в Ульяновске уделяется особое внимание. Только в 2019 году в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» областной школе Олимпийского резерва по боксу имени Лепатова выделено более 5 миллионов рублей на приобретение нового спортивного инвентаря и современного оборудования. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ. В предстоящую субботу на проспекте Гаи пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Традиционно посетителям будет предложен широкий спектр продуктов, произведенных ульяновскими фермерами и аграриями. В мероприятии примут участие предприниматели и фермерские хозяйства из муниципальных образований региона, сельхозпроизводители, потребительские и сельскохозяйственные кооперативы, а также предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Не обойдется и без владельцев личных подсобных хозяйств. Данная ярмарка пройдет под тематическим названием «День кочана», поэтому на месте будет организована дегустация блюд из капусты и других овощей. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки в регионе ожидается малооблачная погода. Завтра в Ульяновске ожидается температура 26 градусов по Цельсию, ветер восточный 2 метра в секунду, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням в 18.50. До завтра!